ребят всем привет наверное еще с основания канала многие меня просят чтобы я показал как можно сделать своими руками ну хотя бы маленький металлоискатель так что речь сегодня пойдет именно о нем и так глеевое изготовление нам понадобятся конечно же радиодетали но и плюс к этому кусочек пенопласта несколько дисков провода одно другое в общем давайте обо всем по порядку и сейчас именно поговорим о радиодетали и так крона на 9 вольт коннектор для кроны провода один выключатель два конденсатора на 2 и 2 микрофарада 1 555 микросхема один резистор на 51 килоом еще один конденсатор на 10 микрофарад вот такой вот зумер и медная проволока на 0 2 миллиметра все перечисленные мной радиодетали можно будет приобрести на радио рынке но лучше всего их покупать в интернете на таких сайтах как aliexpress ebay и так далее поскольку там они намного дешевле и стоит буквально копейки но если вы еще воспользуетесь кэшбэк сервисом copycat.ru то за каждую покупку вам будет приходить дополнительный бонус тем самым через время за этот же бонус вы сможете приобрести эти детали буквально бесплатно к примеру заходим на сайт copycat.ru нажимаем регистрация авторизуемся через любую соц сеть или вводим свой имейл а также обязательно промокод который будет в описании под этим видео тем самым вы получите просто так 100 рублей далее нам предлагают пройти небольшое обучение и установить дополнение для браузера которое автоматически будет напоминать вам если вы вошли на тот или иной сайт без кэшбэка теперь заходим на почту там от copycat.ru нам пришел пароль копируем и вставляем тем самым активируем нашу регистрацию далее нажимаем на вкладку магазины выбираем подходящий магазин к примеру aliexpress смотрим какой у нас кэшбэк 5 и 5 процента круто начинаем шопиться поисковой строке пишем три пятерки находим нашу микросхему ну и как вы можете наблюдать 49 центов всего лишь за 10 штук это очень круто так что оформляем заказ ну и возвращаемся обратно на копикот нажимаем кэшбэк текущие бонусы и смотрим за покупку дешевых микросхем нам еще вернули 1 рубль и 70 копеек чуть ранее сделал еще один заказ и мне вернули 199 рублей но как только накопится 500 рублей мы сможем их вывести удобным для нас способом какие радиодетали нам потребуется и откуда их дешево приобрести мы уже разобрались теперь давайте перейдем к схеме изначально в интернете я нашел следующую схему но она мне показалось что для начинающих будет весьма сложновато плюс к этому ее выносить на плату тем более будет очень сложно от этого ее немного переделал и вот что у меня получилось как вы можете наблюдать на микросхеме есть вот такое вот ушко то же самое ушко я нарисовал и на схеме для того чтобы вы ножки не перепутали местами и тем самым микросхему не перевернули вверх ногами данная микросхема у нас имеет 8 ножек получается 4 с одной стороны и 4 с другой первое это земля ну так называемый минус 2 запуск 3 выход 4 сброс 5 контроль 6 остановка 7 разряд и 8 это уже питание плюс схема которую я нарисовал надеюсь вам будет намного понятнее чем предыдущие поскольку здесь собственно уже ничего сложного и нет нам остается только выровнять ножки от микросхемы закоротить вторую ножку и шестую далее закоротить четвертую и восьмую соответственно у нас получается такой общий плюс от 6 до 12 вольт между 2 и 3 ножкой припаиваем один резистор на 51 килоом между 1 и 2 1 конденсатор на 2 и 2 микрофарад а также от резистора и конденсатора идет один провод который собственно будет подключаться катушки мы ее сделаем чуть позже второй провод от катушки пускаем через первый конденсатор на 2 и 2 микрофарада ну и идем далее к второму конденсатору на 10 микрофарад здесь уже подключаем так называемую колоночку провод от нее подключается к первой лапке ну и соответственно это уже у нас остается как минус ну что давайте это все припаяем буду паять медленно стараться со всех ракурсов вам показывать что все всем было понятно и и Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, схему мы уже спаяли. Нам остается только к этим двум проводам подключить катушку. Катушку, соответственно, мы сделаем прямо сейчас. Для этого нам потребуется два CD-диска, ну и картон толщиной от 1 до 2 мм. Первым делом из картона нам нужно вырезать круг диаметром 50 мм. Теперь нам нужно кусочек картона с дисками склеить между собой. Сейчас берем 0,2 мм медную проволоку и начинаем наматывать. Вот такая вот катушечка у нас должна получиться. В целом нужно будет намотать 315 витков. Я не буду вам рассказывать о индуктивности, поскольку просто-напросто используйте медную проволоку на 0,2 мм. Ну и также нужного диаметра вырежете картонку. В целом диски у всех одинаковые, так что должно все получиться. Теперь нам остается только подсоединить провода, ну и сделать каркас. Итак, ребят, мини металлоискатель у нас уже готов. Давайте его протестируем. Для начала вставляем батареечку крону. Нажимаем на кнопочку. Для начала давайте проведем небольшой тест на алюминиевой зажигалке. Также при помощи самодельного мини металлоискателя можно находить неглубоко замурованную проводку в стенах. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сегодняшний выпуск, ребят, подошел к концу. Всем огромное спасибо за внимание, за то, что досмотрели это видео до конца. Также, я надеюсь, сейчас появятся комменты. О, тот самый старый Рома вернулся. Наконец-то старые самоделки. В общем, всем хорошего дня. Пока-пока.